Human Rights Watch опубликовала доклад о ситуации с правами человека в мире в 2023 году. В этом докладе подчеркивается, как отсутствие ответственности за нарушение прав человека способствует углублению нарушений и кризисов во всем мире. Ежегодный доклад включает специальный раздел, посвященный бедственному положению уйгуров и констатирует, что нет никаких доказательств прекращения продолжающегося массового преследования уйгуров, что является преступлением против человечности. Также отмечается, что в прошлом году известный уйгурский антрополог доктор Рахиль Давуд была приговорена к пожизненному заключению за создание угрозы национальной безопасности. В докладе также говорится, что китайское правительство принуждает уйгуров к ассимиляции посредством китаизации ислама и в настоящее время правительство продвигает туризм в регионе и предлагает посетителям очищенную и контролируемую версию уйгурской культуры. Национальное энергетическое управление Китая опубликовало данные о добыче природного газа в стране в 2023 году. Добыча природного газа в Китае в прошлом году увеличилась на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 230 млрд кубометров в 2023 году. Добыча природного газа, добыча нестандартных газов, таких как сланцевый газ и газовые гидраты, превысила 96 млрд кубометров, что составляет 43% добычи природного газа. Как известно, Китай, потребивший в 2022 году более 364 млрд кубометров газа, обеспечивает большую часть своих потребностей в природном газе за счет собственной добычи. В основном газ поставляется из Тарымского нефтяного бассейна в Восточном Туркестане, колонизированном Китаем, региона Ордос во внутренней Монголии и провинции Сычуань. Экс-китайский солдат сделал очень интересное заявление о военной ситуации в стране, которая имеет наибольшее количество ракет. Солдат объяснил, что многие блюда, в том числе традиционные китайские, они готовили на ракетном топливе. Яо Чен, бывший офицер китайской армии, рассказал радиостанции «Свободная Азия», что в армии широко распространена коррупция и ограничены возможности. Чен, нашедший убежище в Соединенных Штатах в 2016 году, сказал, что он и другие солдаты использовали ракетное топливо для приготовления пищи и что они использовали ракетное топливо для приготовления многих блюд, в том числе традиционных китайских пельменей и тушеных блюд. Министерство национальной обороны сообщило, что число погибших возросло до 9 после того, как четверо тяжелораненых солдат были убиты в столкновении с членами РПК, пытавшимися проникнуть в район операции «Коготь-замок». В ведомстве сообщили, что в регионе продолжаются операции, нейтрализованы 15 членов РПК. В первом заявлении, сделанном министерством, число погибших солдат называлось 5, но после того, как погибли еще 4 раненых, число погибших возросло до 9. Сообщается, что военные Мьянмы достигли перемирия при посредничестве Китая с альянсом «Трех братьев», который состоит из вооруженных группировок из армии Национального демократического альянса «Мьянмы», армии Аракана и армии национального освобождения Таанга. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил о своем заявлении, что стороны договорились о прекращении огня в ходе переговоров в городе Куньмин в центре провинции Юньнань, юго-западной провинции страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с китайским дипломатом Лю Цзян Чао в Вашингтоне за день до президентских и парламентских выборов на Тайване. Лю, возглавляющий департамент международных связей Коммунистической партии Китая, является самым высокопоставленным китайским чиновникам, посетившим Соединенные Штаты с тех пор, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились 15 ноября в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к югу от Сан-Франциско.